Сейчас мы будем включать Михаила Шейтельмана, нашего следующего гостя. Пока мы это делаем, пожалуйста, подпишитесь на наши телеграм-каналы, подпишитесь на наш твиттер. Поставьте лайк этому видео, задавайте свои вопросы. Приветствуем Михаила Шейтельмана. Михаил, приветствую вас. Здравствуйте, Питер. Хеллс США будут рассматривать использование России ядерного оружия в Украине как нападение на блок НАТО. Об этом во вторник заявил сенатор от республиканской партии Линзи Грэм, комментируя новую серию ядерных угроз от зампреда Совбеза Российской Федерации Дмитрия Медведева. По словам Грэма, адвоката жестких санкций в отношении Москвы и одного из авторов законопроекта о конфискации активов близких к Кремлю олигархам, Медведеву и другим сторонникам ядерного удара, пора протрезветь, как выразился сенатор. Вам нужно понять, что это будет атакой на само НАТО, учитывая близость Украины к территории НАТО, написал Грэм в своем твиттере. Вот, собственно, это и есть своего рода такая, знаете, пятая глава НАТО, которая уже по факту начала действовать. Вот выраженная отдельно взятым сенатором, который, я должен заметить, является близким соратником президента Трампа, несмотря на их очень серьезно различающиеся позиции по отношению к России и к Украине. К сожалению, это все-таки наши девичьи мечты, потому что все-таки, как бы он там ни был крутым, этот сенатор, это сенатор. Если бы такое же заявление прозвучало из Пентагона или из Госдепа или от президента Байдена, тогда, да, тогда это была бы официальная политика Соединенных Штатов Америки. А так, ну, сенатор сказал, знаете, многие депутаты Верховной Рады что-нибудь могут сказать. К сожалению, нет, нет такого решения. И пока только Британия обещала нанести ответ на ядерный удар по Российской Федерации, если Россия применит против нас ядерного оружия. А другие не обещали. А вот как вы в целом вообще расцениваете это заявление от Чернывысер-Медведева в отношении не только Украины, но и ее, по сути, западных союзников? Он, по сути, намекнул, что покуда контр-раступление идет, как оно идет, полбеды. Но если украинцы, по сути, начнут иметь определенный успех, все, тогда ядерное оружие. То есть вопрос возникает, почему раньше его не использовали? Для чего российской стороне так долго ждать? Ну, для чего не знаю, но это заявление было, кстати, с большим интересом, по-моему, воспринято во всем мире, наконец-то. То есть никто не пренебрег им. Вот прям никто им не пренебрег. Все всерьез отнеслись и всерьез стали отвечать. По-разному, но всерьез. И потому что он прочертил логику этого решения. То есть он же что сказал? Мы будем вынуждены. То есть у нас как бы нет другого выхода. Потому что, ну как же, вот это же считается наша территория. Соответственно, раз это наша территория, имеется в виду Запорожская и Херсонская области, то, значит, если их, на них супостат, то есть украинская армия придет, то мы обязаны, согласно законодательству, у нас просто нет другого выхода. Прямо нет другого выхода. Это показывает миру, надеюсь, что тем, кто всерьез попытался вникнуть в текст, текст, благо, был короткий, вот этот способ россиян, как они вообще пытаются манипулировать многими вещами в мире. Ну, они сами приняли законы, что это якобы Украина и так далее. А теперь говорят, а мы же ничего не можем сделать. Вот же, законы, извините. То есть у нас же все законно. И точно так же они постоянно этим пользуются. И люди ведутся на это, да, когда они говорят, ну как же ж, вот же ж по закону ж вот так же ж. Хотя на самом деле-то законы придуманы ими самими. Просто для меня вот эта история полностью повторяет, например, историю даже с чемпионата мира по фехтованию. Потому что вот же по закону нужно жать руку, да, сопернику, побежденному сопернику. Только этот закон где писался-то? Он писался в Кремле, потому что писал его Алишер Усманов, который возглавляет федерацию этого фехтования. Он типа временно отошел от управления, но возглавляет, чего уж так говорить. То есть в Кремле же написали, в Кремле же требуют соблюдать. А весь мир такой, а да, ну по закону же. В смысле, что значит по закону? Кто эти законы придумывал? Вот, поэтому лишний раз напоминание о том, что нельзя слушать, когда Кремль говорит слова по закону, то слушать это ни в коем случае нельзя. И Холокост был по закону, и мобилизуют они сейчас россиян вроде как по закону, да, на войну. Ну, посылают их убивать украинцев по закону же, по-российскому. По закону посылают. Вот, поэтому не надо слушать, когда они говорят, что что-то по закону. Кстати, к разговору о дальнейшей мобилизации в контексте расширения призывного возраста вот сообщает, в том числе Медуза, за пять дней более 28 поджогов, попыток поджогов военкоматов по всей территории России. Вот сейчас это пахнет тем, что это может достичь некой критической массы? Или Кремлю вот все, что это происходит, это мелкая возня? А, вы не понимаете, что происходит? Я тогда всем поясню, зрителям, если не все еще знают, в чем идея-то. Чего вдруг все стали поджигать военкоматы? Это же не случайно, это же не потому, что российский народ наконец-то разул глаза и сказал, зачем же наши дети пойдут кого-нибудь убивать. Нет. Значит, среди, вот есть список тех, кто поджигал военкоматы. Это все какие-то там женщины из завода Уралмаш, там и так далее. Вот. Пенсионерки поджигали военкоматы. Вчера вот мужчина в Петербурге поджег военкомат. Не только поджег, он еще и пытался врезаться в него на автомобиле, на своем, значит, военкомате. Дело в том, что это целая армия наша, украинская армия, которая, как сказать, даже нельзя называть кибервойсками. То есть наши ребята какие-то, я не знаю, кто этим занимается, разводят этих людей на вот эти мероприятия. То есть им звонят, говорят, ну, например, этот мужчина, который вломился на машине в военкомат в Петербурге, он сказал, что ему через мессенджер написал полковник Колесников из ФСБ Российской Федерации. И сказал, что, значит, он будет участником спецоперации, что там вот в этом военкомате засели предатели и передают секретные документы Украине. И что он должен, как честный гражданин, помочь полковнику Колесникову, а для этого нужно на машине въехать в военкомат и что-то там забрать и поджечь. И он повелся и все это сделал. И они все так, в смысле, эти все десятки поджогов, это все их разводят, ну, мы бы сказали раньше, в старые времена мы бы сказали мошенники, ну, люди, которые разводили там на то, чтобы на карточку какую-нибудь, чтобы перевести, там, или выдать пин-код и так далее. А здесь разводят вот на такое. Ну, так как путинский режим, он дебилизировал большинство россиян, ну, не большинство, ну, большинство, наверное, дебилизировал абсолютно, потому что они верят вот в эту туфту, что им позвонил там полковник ФСБ. Вы не представляете, кстати, во что они там верят. Потому что есть там контакты в России, с кем я общаюсь. Они каждый раз верят, что их сейчас прям все прослушивают, что за ними сейчас следят, даже за всеми же следят. И это женщины, которым там по 80 лет, боятся идти попал, за ними следит ФСБ, потому что, ну, как же, они же важные очень, понимаете, люди. За ними, конечно, следят. Поэтому они не удивляются, что им звонят из ФСБ и говорят, надо, чтобы вы сейчас зашли в военкомат и там подожгли, потому что там, это самое, нужно спасать Россию от предателей. Вот. Вот на это все они ведутся. Сейчас, кстати, есть дебаты в Фейсбуке на тему это как бы правильно делать такое или нет. В смысле это как это называется? Этично или неэтично? Этично, да, или неэтично. Да, потому что как же, пишут там российские либеральные некоторые товарищи, как же, это же старые люди, значит, получается, для них это состоит же огромная опасность, у них сейчас посадят в тюрьму за это. Я такой сижу, блин, а кто их посадит в тюрьму? Россия же правильно посадит в тюрьму? Вот представьте себе нормальную страну, не Россию, Ирландию. В Ирландии старушка подошла и подожгла военкомат. И приходят, говорят, зачем вы? Ну, арестовывают. Мне через мессенджер написали, что это Ми-6 и так далее. Ну, ее же не посадят за это в тюрьму. Ей скажут, бабушка, вас обманули, погладят по головке, правильно? И дадут конфету. А в России их сажают в тюрьму. Так кто после этого виноват? Украинские хакеры, которые это все устраивают? Или российское правительство? Наверное, российское правительство все равно. А уж Украина воюет, чем может. И вполне нормально так воевать. Почему бы нет? Ну, да. Просто вот закрывать тему о наивности и дебилизированности населения. Еще до войны мы все помним это расследование Навального, когда он позвонил тем, которые, по сути, его пытались отравить. И как они их вот так вот вокруг пальца обвели и развели. Михаил, вот также информация уже после дам прилетов в Москва-Сити в Госдуме предложили защитить Москву так называемыми пневмопушками и народными дружинами. Депутаты нашли новый способ борьбы с беспилотниками после очередного рейда дронов на Москву. Созданный в Госдуме Центр поддержки оборонных инноваций предложил использовать пневматические пушки и устройства обнаружения на основе искусственного интеллекта. На реализацию идеи потребуется 2 миллиарда рублей, рассказал ее автор, член комитета Нижней палаты по обороне Дмитрий Кузнецов. Мы спросили пользователей телеграм-канала «Стрела», готовы ли они вступить в антидроновые дружины. Давайте увидим результат. 18% – да, уже иду записываться. 56% – нет, пусть бомбят. 11% – явные политики. 15% – не все так однозначно. Или все неоднозначно. Михаил, ну вот мы помним опыт уже связанный с Рублевкой и крики завывания Соловьева как-то собраться и быть одним народом и не улюлюкать и не злорадствовать по поводу прилета над российскими новоришами. Но мне кажется, тут ситуация может быть тоже подобная. Я не уверен, что у москвичей, у россиян будет слишком много мотивации защищать вот подобные кварталы с многомиллионными квартирами. Да, ну они зря вот эти пушки изобретают искусственный интеллект. Искусственный интеллект в России нет, пусть пользуются естественным. Вот как они там где-то приняли решение, когда мы хорошо долбанули по Ростовской области, они приказали всем милиционерам раз в 15 минут выходить, смотреть в небо и записывать в журнал специальный летит или там что-нибудь. Но в Москве нужно по-другому. Это же со Второй мировой войны весь опыт известен. Аэростаты. Помните, аэростаты, что над Ленинградом, что над Москвой. Аэростаты, проволока, значит. Только сейчас надо еще им сетями обвешать, чтобы вся Москва была наверху аэростатой и все в сетях. И тогда как бы все будут дроны там запутываться в сетях и все это просто будет падать раньше, чем Москва-Сити. Это же элементарно. Что они не догадались, я до сих пор не понимаю. Самое смешное, что они не догадались запустить воздушную тревогу. Знаете, в Москве же нет воздушной тревоги. Вот прилетали беспилотники. Много раз. Много раз. А сколько раз звучала воздушная тревога в Москве? Ни одного. Они ее, кстати, в начале войны испытывали, если вы помните. Но не включают. Это почему? А это как тогда Путин, помните, не вводил меры против ковида, потому что, ну зачем? Так и здесь. Зачем нам воздушная тревога? Это все будут тревожиться. А погибнут максимум 10 человек. 20 человек. Какая разница? Их же не жалко. Поэтому они даже воздушную тревогу не включают. Чего им вообще заботиться всем, собственно, об этом? Вот. Но аэростаты тоже. Они же почему не запускают аэростаты? Ага, это все увидят. Почему на крыше? Вот меня вчера спросили наивный вопрос. Серьезно. Не помню, кстати, кто вчера это справил. Но кто-то спросил. А вот на крыше Министерства обороны же стоит эта система, как у них там, ПВО, да? Какая-то, я не помню, как она называется. Ну, российская, да? На крыше Минобороны России. Помните, поставили систему ПВО. Что же она? Не смогла сбить, значит, беспилотник, который хотел Москва-Сити? Я говорю, нет, вы не поняли. На крыше Министерства обороны ставят систему ПВО, чтобы она защищала только Министерство обороны. И больше ничего. Иначе зачем там ставить? Если бы они хотели защитить Москва-Сити, они ставили бы систему ПВО на крыше Москва-Сити. То есть на крыше каждого дома они должны ставить ПВО. Но на крыше Москва-Сити трудно поднять 50 этажей, как минимум. Это система панцирь, которую вы назвали, да. Да, это очень примечательно. Михаил, на самом деле, смотрите, то есть российская сторона, с одной стороны, обвинила украинскую сторону в этих налетах. А с другой стороны, вот у нас есть такой наш домашний эксперт, наш коллег Игорь Яковенко, эксперт по российскому телевидению. Он один из немногих, который просто очень с утра до вечера отслеживает российский федеральный канал. Он говорит, что там эта тема не просто не афишируется, она по сути вообще замалчивается. Это о чем говорить? То есть Кремль не хочет все-таки использовать это как карту для раздувания, еще большего раздувания украинофобских настроений с тем, чтобы как-то помочь с мобилизацией всеобщей. Смотрите, получается, что им как бы и рассказывать плохо, и не рассказывать плохо. Во-первых, а в чем они могут там обвинять Украину? В чем? Мы бьем по каким объектам? По министерствам. Что в этих министерствах? Это министерство участвует в организации военных действий. Участвует. Причем известно, что одно из них министерство, по-моему, то ли финансов, то ли экономики, которое обеспечивает гособоронзаказ конкретно, финансированный гособоронзаказ. Другое министерство цифровой трансформации, которое обеспечивает кибербезопасность и так далее. Все. То есть это легитимные военные цели. Поэтому обвинять Украину просто физически не в чем. Наоборот, Украина высокоточным, высокоточным, в отличие от России, оружием, поражает только объекты, которые являются легитимными военными целями. И то, что мы дважды попали в одно и то же здание, мы получили... Это самое главное, что мы сделали. Реально. В каком смысле? Мы получили индульгенцию, но про все остальное. Потому что теперь у нас есть доказательства. Раз мы дважды за тысячу километров попали в один и тот же дом, это означает, что у нас абсолютно высокоточное оружие, что мы его нацеливаем только на военные объекты, а если они попадают в какое-то другое место, это потому что россияне их там сбили или что-то. Все. Вот. А россияне, кстати, стреляют низкоточными оружиями. Ракета Х-22 с радиусом поражения 500 метров, понимаете? Мы в дом попадаем, а у них плюс-минус 500 метров. Поэтому они совершают военное преступление. Тем, что самим фактом выстрела низкоточным оружием по городу, это военное преступление. А мы их не совершаем, поэтому нас не в чем упрекать. Ну а, соответственно, наоборот, рассказывать в новостях, что по нам опять попали. Вы знаете, что такое Москва-Сити? Почему Москва-Сити? В Москве не так много знаковых объектов. Минобороны мы пока не смогли сжечь, мы пытались. Две недели назад. Но Кремль мы уже попадали. Хорошо. Мавзолей нас вряд ли сильно интересует. Там уже все мертвые и так. А Москва-Сити это такой символ еще одного путинизма на самом-то деле. Есть путинизм, который называется милитарь, вот такой военный путинизм, это Минобороны. Есть путинизм, где государственная власть, которая всех подавила, это Кремль, символ диктатуры. И есть бизнес. То есть Путин, придя на второй срок, тогда еще в 2004-м, сказал, что он поднимет страну именно экономически. Что она станет, обгонит тех, удвоит ВВП. И вот под это все развивалась Москва-Сити. Не строилась, строилась-то ночью при Лужкове. Развивалась в связи с этим, что вот смотрите, у нас будет международный финансовый центр. Мы станем мировой столицей, одной из мировых финансовых столиц. И вот мы бьем туда. Да, она уже не мировая, все уже нормально, там отсюда уже все ушли, а сейчас мы добиваем. И мы бьем по среднему классу, по такому верхнему среднему классу. Вот для него, мне кажется, это очень больно должно быть для верхнего среднего класса. Понимание того, что никогда у них не будет прошлой жизни. Никогда. Что это не просто на время их отключили от ресурсов, от мира, от биржи, от акций и так далее. Нет, навсегда. Вот смотрите, и Москва-Сити у вас не будет. Поэтому мы целимся как раз в таких сомневающихся. Знаете, как говорится, быдло-то оно не сомневается, оно за войну. Верхушка самая, они с Путиным, так они подельники. А вот этот верхний средний класс весьма интересная таргет-группа, то есть целевая аудитория для нас. Михаил, предлагаю перенестись обратно на берега реки Потамак, я сейчас говорю, разумеется, про Вашингтон. Ну и вот решение Байдена, судя по всему, перенаправить часть денег, предусмотренных для помощи Украине, на вооружение для Тайваня. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Президент США намерен вскоре обратиться с соответствующей просьбой к Конгрессу, чтобы ускорить поставки оружия Тайваню на фоне растущей угрозы со стороны Китая. Эксперты считают, что включение туда Тайваня сделает более реалистичную его поддержку республиканцами, которые скептически настроены касательно помощи Украине, но поддерживают помощь Тайваню. Но мы понимаем, что, собственно, у Америки еще с 1955 года есть соглашение с Тайванем. Еще президент Азинхаурова подписал так называемое Формоза Resolution, резолюция Формозы. Это бывшее название еще, когда Тайвань был португальской колонией. Насколько сейчас это вот в этом контексте кажется тревожным таким вот решением? Или же это решение, которое призвано как-то заполучить поддержку республиканцев, в том числе и по украинскому направлению? Учитывая, что республиканцы все-таки больше тревожны Китаем, судя по всему, чем Россией. Вот мне не хватит компетенции во внутриамериканских вопросах, внутриамериканских коридорах власти, чтобы это говорить. Когда я такое слышал, вот такие вот вещи, читал сегодня статью, да, то мне только одно приходит в голову. Помните, был, не знаю, помните вот такую историю, как Иран Контрас Гейт? А, конечно. Афера полковника Норта. Оливер Норт. Оливер Норт, да, Иран Контрас Гейт. Я когда это слушал, будучи тогда еще там советским студентом, что там, типа, они продавали оружие Ирану, чтобы на вырученные деньги финансировать некоруганских партизан Контрас. И я такой сидел, думаю, блин, в смысле, они же государство, нафига? Они что, не могут? Ну, Контрас отдельно, но деньги, это же их деньги, правильно, государственные? Не свои же личные, правильно? Оружие Ирану, ну, отдельно продаем, Контрас отдельно финансируем. В чем суть-то, в чем скандал, никак не мог я понять. Вот и сейчас, я вот, честно, без пол-литра не разберусь, так сказать, что они там замутили с этим, какая связь между Тайванем и Украиной, почему надо так всех кого-то обманывать, манипулировать. Ну, что, просто нельзя, вот, Украине, вот вам столько-то миллиардов, что-то Тайвань, ну, вот вам столько-то миллиардов. Давайте все это вместе, ну, какое-то такое странное мероприятие. Не, может, у них там действительно, как вы сказали, но, видите, вы лучше меня, вот, я бы это не придумал, вы лучше меня знаете, поэтому тут скорее. Мы, на самом деле, спросили жителей столицы, украинцев, по их мнению, будет ли Российская Федерация специально множить потенциальные или реальные военные конфликты для отвлечения помощи Украине? Давайте услышим ответы. Дом хочет профинансировать вооружение для Тайваня из денег, предназначающихся Украине. Причина – растущая угроза со стороны Китая, сообщают американские СМИ. Будет ли Россия заинтересована в разжигании новых конфликтов по всему миру, чтобы отвлечь внимание Запада от Украины? Мне кажется, это более делается не для того, чтобы дестабилизировать финансовую поддержку, а больше для того, чтобы подорвать моральную поддержку Украины, чтобы повлиять на мнение людей, польского народа, который поддерживает нас очень сильно – США. И вообще, чтобы в самих мыслях людей была какая-то дестабилизация. А именно поддержка финансовая, она как была от США и других стран, так и будет. Она заложена в бюджете, поэтому, мне кажется, с этим проблем не будет. Но это ерунда какая-то. Просто отвлечь какое-то внимание. Я не могу сказать, что я ультра-националист или ярый борец за Украину. Но Украине нужна помощь. Я думаю, что сейчас все силы нужно сосредоточить на нас, а потом уже помогать кому-то еще. Без сомнений, Россия будет прикладывать для этого какие-то усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в мире в целом. Отдельно по поводу Тайваня я не согласен. Но в целом я уверен, что они будут дестабилизировать. У них очень сильная разведка и большие ресурсы. Они могут влиять на все это. И, конечно, они будут пытаться всеми способами подорвать нашу поддержку, чтобы ухудшить ситуацию в нашей стране. Будет способствовать, безусловно. Нам нужно приложить все силы, чтобы этого не допустить. Нужно, чтобы дипломаты делали свою работу. Я думаю, будет. Это в ее интересах. Чтобы отвлечь внимание где-то там, в других регионах. Чтобы она могла делать здесь то, что считает нужным. Я считаю, что да. Россия агрессор. И должна нести полную ответственность за все свои действия. Которые она совершает и на международной арене, и у нас. Михаил, ну вот у меня такое впечатление, что Россия все-таки тут, да там, да уже на трех, судя по всему, континентах. Так, опять-таки, мы не можем, разумеется, сейчас подозревать Россию в том, что Байден проявил такую инициативу по поводу Тайваня. Потому что там, разумеется, Китай. Китай, который является главным спонсором сейчас России. С другой стороны, вот эта провокация на границе с Польшей, со стороны Беларуси. Вертолеты залетели на территорию Польши. И ниже страна в Западной Африке, которая все эти годы являлась самой прозападной страной. И проукраинской, кстати, голосовала за Украину на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. И вот Россия там, как и в Мали, как и в Вене, и в других франкофонных странах, Кодивуар, берег Соломой Кости, пытается подвинуть Запад, бывшие колониальные державы сейчас, с тем, чтобы, возможно, использовать такие вот обменные фишки. Ах, вам это не нравится? Тогда давайте отдайте нам Украину, а мы вернем вам ваши позиции в той же Африке. Да, ну, видите, хорошо, что у людей на улице спросили. Вот я не знал, как там, какая связь с Тайванем, Байденом. А все люди знают. Люди всегда умные знают все. Да. Ну, Россия, да, будет пытаться и так расторговываться, и так. Только с Россией нельзя торговать. Кстати, я думаю, что за эти полтора года все-таки произошел перелом настоящий в западной политике по отношению к России в целом, в западном понимании, что такое Россия. То есть, да, еще полтора года назад, собственно, россияне воспринимались как страна, которая способна, не знаю, вот если бы до начала войны с Украиной полномасштабной, я имею в виду, если бы Россия тогда захватила Ниджер, скажем, каким-то таким способом, а потом пришла бы к американцам, сказала, давайте вы за это, не знаю, там, снимете какую-нибудь с нас санкцию или еще что-нибудь. С ними бы разговаривали, разговаривали бы об этом. Я не скажу, что договорились бы, но точно бы разговаривали. А сегодня уже не о чем. В смысле, а зачем разговаривать с нынешним режимом России? Он как бы перешел все границы, все красные линии, и, соответственно, с ним нет, я уверен, что с ним просто нет переговоров и быть не может с нынешним российским режимом. То есть переговоры о обмене пленными, грубо говоря, заложников каких-то они берут, граждан США, я имею в виду, стрит-джорнл, журналистов, об этом, конечно, разговоры есть. Там переговоры о том, что зерно пропустите, но это тоже заложники, в смысле, вот люди умирают от голода, пропустите к ним зерно, об этом есть. Но в серьезные политические договоренности я не верю. Ситуативные военные, ситуативные экономические, да, а долгосрочные политические Россия не договороспособна, и она не соблюдает своих обязательств, поэтому о чем с ней разговаривать? Вот у нас есть Будапештский меморандум, по нему мы отказались от ядерного оружия, передали его кому? Российской Федерации, правильно? Российская Федерация, что обязалась быть гарантом нашей территориальной целостности? Значит, после войны, сейчас понятно, что не с кем говорить, но после войны мы придем в ООН, там, в G20, и скажем, смотрите, вот договор, они, как видите, не соблюли, да, не обеспечили нашу безопасность. Ну это точно, что не обеспечили, точно. Вы же видите, все видим. Значит, они должны вернуть нам ядерное оружие. Ну это они, россияне, должны нам вернуть, правильно? Вот, потому что раз они не выполнили свою часть договора, то пусть вернут то, чем мы за это заплатили. Оплатили мы эту услугу ядерным оружием. И пусть нам потом доказывают, что кто-то не верблют, да, пусть нам доказывают, что нам не положено, что мы там не заслуживаем. Нет, вот договор верните. Я к чему этот договор привел в пример? Потому что, ну все, какой вот раньше мы, в 2014 мы перестали верить договорам с Российской Федерацией, а в 2022 мир перестал верить договорам с Российской Федерацией. Вопрос только, как скоро африканские страны поймут это, собственно. То есть у меня подозрение такое, что все эти правительства, которые сейчас поддерживаются и охраняются Вагнером, если говорить про ЦАР, разумеется, и про Мали и так далее, ну это очень, это не долгожители. Я подозреваю, что разочарование будет, в принципе, не за горами. У нас еще такая интересная, уже напоследок остается несколько минут. Moscow Times сегодня сообщила, что власти двух российских регионов таки начали раздавать оружие населению. То, о чем мы слышим уже несколько, там пару недель подряд. И вот, да, эта информация подтверждается. Власти Курской области приступили к вручению стрелкового оружия отрядам добровольной народной дружины и бойцам территориальной самообороны. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Это уже второй российский регион, где вооружили терроборону. Ранее автоматы начали раздавать в Белгородской области. Ну вот, тут также еще, помимо автоматов, участникам терробороны выдали противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Губернатор Гладков пояснил, что вопрос обеспечения оружием территориальной самообороны решается в соответствии с действующим законодательством. А ситуация на границе с Украиной остается сложной. Вот, собственно, сами вооружают население на грядущую смуту? Да, именно так. А у них выбор-то небольшой. Либо дать слишком большие полномочия, условно говоря, армии. Страшно. Ну, вдруг она возьмет столько, что тебя самого свергнет. Тогда лучше рассеять эти полномочия. То есть, вот пусть, если ЧВК-магнер решит завтра захватить Курск область, пусть обязан будет губернатор отбиваться, да, а не там, не Минобороны или МВД. Ну, пусть, да. И так они действительно много-много всякого содержат, чтобы между всем этим балансировать. Но вот есть, как это, трудно соблюсти баланс между балансировать и разжечь гражданскую войну, или хотя бы смуту. Спасибо большое, Михаил, что были нашим гостем. Политтехнолог-писатель Михаил Шейтельман.